Добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня еще одна удивительная история про аутизм. 4 мая, совсем недавно, к нам обратилась мама Александра насчет сына Ильи. Ему ставят расстройство аутического спектра. В их городе помощи им ждать нет куда. Помочь не могут, отказывают. Мол, ваши трудности тяжелые, сами справляетесь. Он развивался нормально. В 7 месяц на паховую область сделали операцию. И все. Неговорящий. Занимаюсь с ним сама. Логопедов нет. Неврологов нет. Удивительное дело. Это даже не прививка. Это операция на паховой области. Она так повлияла. Когда мы начали смотреть предварительно, мы увидели клубок из трех карм, сплетенных воедино. Это мама, папа и сын. Души, в принципе, не возражали против того, чтобы мы им помогли. Да, они выступали, не были за помощь. И мы начали работать. Оказалось, нас тут же унесло, унесло в прошлое. В прошлое Ильи. Почему? Потому что был нарушен энергообмен по женской линии. То есть женской энергетики у него не было. У него как бы она была заблокирована. В прошлом он оказался с проказой. Когда мы начали интересоваться, зачем ему проказа, нас отбросило еще в прошлое, еще в прошлое. А мы встречали монахов. Мы встречали кого мы только не встречали в его жизненных циклах. Все циклы были без женщин. Все абсолютно циклы были без женщин. Женская энергия у него как будто что-то когда-то обрезала. И мы искали, где же, когда ее что-то обрезало. И это что-то в дальнейшем сокрыло огромнейший ресурс, множество жизней, перекрывшую женскую половину мужчине. Во всех инкарнациях он был мужчиной. И вот мы нашли одну инкарнацию, с которой все началось, когда было принято решение об обрезании, когда он стал евнухом. Как это импотент? Он родился импотентом, потому что в предыдущей жизни делал что? Да, ну, ему обрезали. Как ебнух какой-то. Ну, ебнух. Обрезали принудительно или обрезали принудительно? Принудительно. Хорошо, обрезали принудительно. Он какие-то решения принимал там? Нет. А за что? Ему что-то вот отрезали, сказали, будешь книги какие-то читать. У мусульманского что-то такое. То есть он обменял свои мужские достоинства на знания. Ага. И на интерес к внешнему миру. Ага. Я осознаю и признаю. Итак, мы нашли тот неравноценный обмен. Неравноценный обмен. Обменять женскую составляющую, женскую энергию. Обменять свои мужские достоинства на знания. Удивительно. Это было много-много веков назад. И к этой жизни не имело, казалось бы, никакого отношения. Потом мы еще нашли решение. Потом мы на жизни, они ведь просто так не текут. Огромный объем энергии ворвался на исцеление Ильи. Мы его забрали, магия. А потом мы еще забрали энергию у папы, у мамы из ресурсных травм. И тоже отдали Илье. Ну, немножко им перепало. Магишина на всех работает. И вот буквально работа велась с Ильей 4 мая. 5 мая Илья стал всех целовать. Стал меня звать мама, мама. Раньше мама говорил, ну, просто как слово. То есть у Ильи пробилась эмоция. А 10 мая мама написала, сказал, баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок. Представляете? Представляете, неговорящий ребенок. Сегодня 11 мая. Неделя. Добрый вечер, Наталья. Хочу рассказать о событиях, произошедших с Илюшкой. Мы наконец-то сказали фразу. То есть я пела ему песенку колыбельную. Он, ну, конечно, криво, косо, но сказал, баю, баюшки, баю. Не ложись, а на краю придет серенький волчок. Я, конечно, просто в шоке. По вашей методике помощи ребенка я, конечно, стараюсь. Не совсем понимаю, что должно получиться, но я буду пытаться все равно. Огромное вам спасибо. Здоровья, счастья вам и вашей команде. Спасибо огромное. Будем рады, если вы нас будете вести до конца. Спасибо. Вести до конца мы будем. Мы будем. Потому что уже когда процесс пошел, вы же понимаете, карма – это такое дело. Если мы ее схлопнули, уже она не раскрывается. Уже обратного пути нет. Магия работает. Более того, в данном случае у Илюшки, у него уже прописана семейная жизнь. Вы представляете, столько веков, полный отказ от женщин. И эта жизнь обещает быть интересной. И эта жизнь обещает быть завораживающей. И душа его просто пела, когда ему все это дело восстанавливали. Когда ему рисовали другую картину мира. Когда у него планировались дети. Представляете, это совсем другая жизнь. Спасибо маме, которая просто верит и которая просто работает. Просто повторяет, просто делает медитацию для мам. Просто старается и просто любит своего ребенка. Искренне любит, потому что ему нужна женская энергия. Этой энергии он не знал много веков. Представляете? А теперь расскажите, попробуйте вот это врачам. И скажите, что их операция в паховой области включила память доисторическую, когда он был Евнухом. И связала черной нитью все предыдущие воплощения. И запустила болезнь. И кто вам поверит, господа? Магия, магия сознания. Вот эти все штуки, они доказывают. Мы живем из инкарнации в инкарнацию. Меняются тела. Осознание вечно. Вечно ли душа? Сегодня я поставлю это под сомнение. Поговорим чуть позже на эту тему. Но в любом случае, наш инкарнационный цикл для нее это вдох и выдох. Это всего лишь одна ночь и день. А у нее таких ночей и дней тысячи, тысячи, тысячи. Как и у нас в жизни. Как мало мы знаем об устройстве этого мира. Практически ничего. И как много мы заявляем о том, что мы знаем. Особенно в науке и в религии. Продолжение следует... Продолжение следует...